Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Тихоновна Лабынцева. Я являюсь руководителем народного фольклорно-этнографического ансамбля «Донские родники» Русскобойловского сельского дома культуры Павловского муниципального района. Как говорится у пословицы, что город – то норов, что деревня – то обряд. Не исключением является и наше село Русская Буйволка. За более трехсотлетнюю историю в нашем селе сохраняются традиции и обычаи, которые бережно хранят участники народного фольклорного ансамбля «Донские родники» и передают молодому поколению. Один из лучших и красочных – «Свадебный обряд». Мы хотим представить вашему вниманию фрагмент свадебного действия «Сватовство», в котором по Буйловским обычаям выделяют моменты. Договор по переказу или маленький запой, большой запой и подготовка приданного. Договор или маленький запой делали чаще всего осенью, после успения или перед филипповками. Крестная мать, крестный отец, мать и отец жениха шли в намеченный дом, шли с шапкой. Шапка означала «жениха». Кстати сказать, в старину судьбу молодых решали родители. Обычно на первый план выходила природа. Глядели по природе, по роду племени. Затем шло материальное положение. Учитывались также и деловые качества невесты. Как она в поле работает, как снопы вяжет, как холсты отбеливает. Красота во внимание не бралась. В дом нужна была работница. На договор старались идти, когда уже смеркается, чтобы меньше людей видели. Вели договор о том, что согласны ли родители невесты с ними породниться. Если получали согласие, то назначали день большого запоя. На запой приглашали близких родственников старшего поколения. Шли с гармошкой, играли песни, пели частушки. Ой, последний девкий раз я на улице у вас. Не мило мне улица, а сердце так волнуется. Подходили ко двору. Их встречали в пабычию. Разговор вели, кто как придумает. Кто искал голубку своему голубку. Кто хотел посмотреть цветок лазоревый. Купец искал товар. Подруга выводила невесту. Спрашивали согласия. Невеста стояла с опущенной головой и отвечала на вопросы. Затем били по рукам, то есть приглашали к столу. Молодых перевязывали ручниками. У жениха и невесты спрашивали про родителей. Кто есть кто. Невеста должна была отвечать. Это мамушка, свекрон. Это батюшка, свекор. Играли песни у лозари на дубчику. Даю лозари. Катеринушка сильно расцветала поздно вечером. Катеринушка с Иваном стояла. На дубчику два голубчика сидят. Про меж себя они речь говорят. Сады, сады зеленые мои. Сады цветики лазоревые. Гости расходились. Оставались только крестные и родители молодых. Договаривались о дне свадьбы. До свадьбы подруги невесты на вечерушках помогали готовить приданное. А теперь предлагаем посмотреть фрагмент сватовства. Старинная свадебная обыгрывальная песня села Русская Буйловка. Катеринушкина матушка к обедни ходила. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok